Дорогие, я так рада быть здесь. Я так давно уже заочно знакома с вашей церковью. Я так давно вас знаю, вот Виктора давно знаю. И для меня большая честь быть здесь с вами, правда. И вы знаете, я вам честно скажу, я готовила сегодня другое слово, другую тему. Но сегодня утром меня Господь разбудил, где-то около пяти часов. И я поняла, что я буду говорить про другое совсем. Вот я буду говорить про синдром Милхоллы. Вообще, знаете, вот интересно, что как-то разграничивают психологию и теологию, веру и психологию. Я уже вчера говорила, что психология – это наука о душе. Ну а кто творец души? Господь? Можно ли помогать душе, если мы не знаем Творца души? Ну, может быть, и можно, но не во всей полноте. Интересно, что в психологии очень много таких, знаете, библейских терминов. Ну, например, есть такой синдром Самсона. Слышали, нет? Это про мужчин, которые патологически притягиваются порочными женщинами. Они патологически притягиваются теми, кто их просто использует, из них все силы и финансы высасывают, потом бросают. Он страдает, 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 и если эта женщина пальчиком позовет, он опять за ней побежит. У него как будто просто кора отключается, он мыслит, знаете, такой лимбической системой, подсознанием. Да, в психологии есть такое понятие – синдром Самсона. Ну и сегодня я с вами поговорю о синдроме Милхоллы, потому что все-таки у нас с вами женская конференция, поэтому я взяла такой женский синдром. Ну, кто такая Милхола? Мы с вами давайте сначала прочтем одно местописание, а потом поговорим о том, что же это за синдром такой и что с ним делать. Итак, Второе царство, шестая глава, и начиная с 12 стиха, давайте. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И вот теперь описание торжества. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, они приносили в жертву тельца и овна. То есть, представляете, вот шесть шагов прошли, останавливаются и шашлыки жарят. Понимаете? То есть, это реально, понимаете, вообще праздник, празднование всем классно, замечательно. Причем это так замечательно. Смотрите, а Давид при этом скакал и со всей силы пред Господом, и одет был Давид в льняной ефот. Ну, мягко говоря, знаете, так вот, в нижнем белье, можно сказать, да? Представляете, вот, и представляете, то есть, это, во-первых, торжественно, вкусно, замечательно, сам царь радуется. Представляете, какая радость вообще вот она царила там. «И когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижала его в сердце своем». «Уничижила». И дальше. «И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой», – это же 20 стих, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». «И сказал Давид Милхоле, пред Господом, который предпочел меня, отцу твоему и всему дому твоему, утвердил меня, вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще я больше уничижусь и сделаю еще ничтожнее в глазах моих предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». «И у Милхола дочери Саула, не было детей до дня смерти ее», ну, то есть, другими словами, Давид как бы отлучил ее от себя и больше с ней не спал. И вы знаете, как-то вот это местописание, может быть, вы слышали какое-то вот другое трактование, да, или трактовку. Я всегда слышала трактовку в одном русле. Вот он хороший, она плохая. Он духовный, она недуховная. Он праведный, она неправедный, он такой весь выдержанный, она такая истеричка. Хорошо. А я сейчас попробую немножко расширить занавес вот этой ситуации, которая произошла. Вот давайте. Мы знаем с вами историю. Если не знаем, давайте немножко вспомним, если бы забыли. Милхола первая жена Давида. Милхола дочь того самого Саула, который гнал Давида. Но Саул же его не сразу гнал, Саул сначала активно Давидом пользовался, да. Когда он послал Давида на самые такие горячие, так сказать, боевые точки, вот Давид туда шел и вообще там побеждал, да. И когда после очередной такой серьезной победы Давида, вот он вернулся, и Саул говорит, ну все, вот тебе награда, моя дочка Милхола. То есть получается, как бы Давид не особо, как бы хотел ты жениться, а вот Саул решил вот так вознаградить. Но интересно, что ведь Милхола любила этого человека. Потому что потом, когда мы с вами читаем, да, она ведь даже пожертвовала благоволением к себе своего отца, когда она узнала, что отец ее хочет убить любимого ей мужчину, ее мужа, она помогла ему бежать, да, и при этом, ну, как-то вот слукавила перед своим отцом, да, что вот, ну, не знаю, где он. Она его реально любила. А Давид в то время был в бегах, мы знаем, он был в бегах многие годы, он там завел себе других жен, ну вот в частности, например, первый царь в 25 главе, мы читаем там 42 стих, что у него появилось там две жены, это, так, так, сейчас, 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 я здесь выписал их имена, пытаюсь найти, вот, Ахинаану и Авигею. Вот, то есть уже, вот, и когда Саул узнал об этом, он свою дочку Милхолу отдал в жены Фалтию. Вот смотрите, ведь Саул знал, что Милхола замужняя женщина, практически он пошел против, ну, закона, да, он пошел против закона, но, что подвигло Саул это сделать? Ну, может быть, он решил так отомстить Давиду, может быть, Фалти был настолько настойчив, что он так любил эту женщину, ну, что, ну, в конце концов, она вот такая красавишна, да, вот, и страдает. А, может быть, и Милхола уже настолько была обижена, что вот ее муж где-то там, она вот тут как бы вдова при живом муже, да, и, ну, она, другими словами, оказалась заложницей в мужских играх, каких-то, понимаете, в мужских разборках. Но, тем не менее, несколько лет она была счастлива. Мы об этом можем, например, почитать немножко раньше, это 2-й царств, 3-я глава, 14-й стих. И отправил Давид послов к Ифосфею, сыну Саулу, сказать, отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 краебрезанных филистимлян. И послал Ифосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева, и пошел с нею, и муж ее с плачем, подумайте, с плачем провожал ее до Бахурима. Ну, а Венер сказал ему, ступай-то назад, и он возвратился. Вот один стих, но на многом говорит. Эта женщина на протяжении нескольких лет была любима. Любима. Она была единственной любимой возлюбленной женой. Она была настолько возлюбленной, что, ну, представляете, вот он шел с ней, и долго плакал, рыдал, мужчина, еврей, рыдал по этой женщине, которую он очень сильно любил. Ну, по большому счету, ну, зачем ее Давид взял? Ну, потому что он утверждал свое царство. Ну, что в нем там взыграло? Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, вот, видимо, надо было, ну, видимо, для утверждения себя. Опять же, понимаете, она опять разменная монета в мужских играх. И он приводит ее в свой гарем. И она уже не самая любимая, она не единственная. Ну, а теперь вопрос у меня к вам. Эта женщина может радоваться? У этой женщины в сердце что? Я сейчас не хочу оправдывать Милхолу. Но я хочу, чтобы мы с вами как-то, знаете, внимательнее посмотрели на эту ситуацию. И, в общем-то, когда Давид бросает ей вот эти вот упреки там, что типа она там Господа как-то унизила, все. Нет, если мы читаем, смотрите, что она уничижила Давида в сердце своем. И почему я такую ситуацию называю синдромом Милхолы? Потому что проблема Милхолы не в том, что она, ну, как-то вот это сказала. А проблема ее в том, что она осталась неуслышанной. Вот это наша порой с вами женская проблема, что мы с вами остаемся неуслышанной. И проблема ли только Давида, что он ее не услышал? Наверное, нет, потому что в общении двух людей, да, мы с вами понимаем, оба человека строят мосты между собой, да, друг с другом. И вот сейчас я как раз и хочу вот об этом поговорить. Что же мешает нам в нашем общении? И что помешало тогда Милхоле? Ну, вот я буду здесь рисовать, постараюсь рисунки делать большими. Не знаю, будет видно с последнего ряда или нет. Я немножко, может быть, так приближу доску. Мы с вами знаем, что Бог есть любовь, да? Аминь. Мы с вами знаем, что плоды Святого Духа – это плоды радость, мир, долготерпение. То есть, ну, как бы источник любви – это вот как раз, да, те самые плоды Духа, которые мы с вами, в общем-то, получаем. Вернее так, из источника любви мы с вами получаем плоды, да, которые хорошие и замечательные. Ну, если мы вот так вот нарисуем такой кубок, да, назовем его кубок нашего сердца, и если мы с вами говорим, что Бог есть любовь, да, Бог живет в нашем сердце, значит, по идее в этом кубке те самые плоды Духа, правильно? А теперь смотрите, что происходит. Обида. Оп! Падает на дно кубка. И обратите внимание, вот уже меньше становится, да, любви меньше становится тех самых плодов, которые, ну, в нашем сердце, ну, по идее, должны быть. Но вот эта обида, ну, лежал бы, лежал бы там на дне, да, ну, подумаешь, у нас тут много чего еще остается. Но обида, вы знаете, это как такой микроб, который очень быстро размножается. И постепенно эта обида просто как снежный ком начинает разрастаться в этом кубке, и дальше, понимаете, она как бы рождает из себя, как порождение этой обиды. Дальше пошли ядовитые эмоции. Ну, и обиды тоже ядовитые эмоции, но из нее потом пошло все дальше исходить. Дальше начинается эмоция или чувство вины. Я что-то не то сделал. Я, наверное, плохая, ну, как-то жена. Я, наверное, виновата там перед мужем. Я, наверное, виновата перед этим человеком, что там ему что-то сказала. Я виновата перед моими детьми, что там они, ну, там, детские травмы раскапывают. Но это отдельная тема у нас будет. А вот вина, она, как правило, сопряжена с таким внутренним желанием отомстить. Желание отомстить. Желание сказать, а сам-то такой, какой? А сам-то смотри, что делаешь, да? Если здесь ничего как бы нам не сделать, не остановить этот процесс, процесс разрастается дальше, и дальше идет стыд, страх. Вот знаете, такое чувство незащищенности. А вдруг вот сейчас что-то произойдет. Я понимаю, что что-то не то в моей жизни. А вдруг там муж хлопнет дверью и уйдет. А вдруг вот этот вот потенциальный жених, с которым я общаюсь, сейчас раз со мной там перестанет общаться. А вдруг вот мои дети, на которых я сейчас обижена, вообще как бы, да, будут меня игнорировать всю мою жизнь. Как же это так? Я детей растила, растила, не вырастила нужными людьми и хорошими людьми. Все, представляете, все начинает расти. Не остановим этот процесс, а дальше разрастается, как снежный ком. Дальше у нас с вами начинается стресс. Модное очень слово сейчас – стресс, да? Но это реально то, что давит, это реально то, что, вы знаете, человек как бы находится в постоянном ощущении такого давления, что со стороны обстоятельства, люди что-то требуют от меня, и вот я не знаю, как из этого выбраться. Ну вот, милхолы, там же прям конкретно вот женщин в стрессе. Понимаете? Которые реально, вот это вот все в ней, вот это все в ней. Дальше, смотрите, дальше тревога. То есть вот есть понятие тревога ситуативная, ну что такое ситуативная? Ну, например, скажем, вот ваш ребенок подбежал к дороге и готов выскочить, а тут красный свет загорелся, понятно, у вас – стой! Ну, это как бы оправданная, да, то есть она ситуативная. А есть так называемая перманентная, то есть постоянная. Она совершенно нелогична, но человек живет, и он знает, что вот-вот что-то произойдет, вот-вот что-то случится. Вот он не верит, что вот через минуту все будет хорошо. Хотя, казалось бы, ну, ничто не предвещает, особенно там в твоей жизни, но это постоянная тревога. Наверное, как вы встречали таких людей? И дальше наступает депрессия. Ну, депрессия, она начинает со сниженного фона настроения, а дальше идет уже, как бы, да, клинические проявления. И вот, смотрите, ведь уже ничего не осталось от того, что было изначально в кубке. И начинается, смотрите, вот эта вся вещь, она как бы начинает выплескиваться, потому что он же растет вот это вот все внутри, вот этот ком безобразный, который разрушает нас изнутри. И дальше, оп, пошли выплески. Как выплескивается? Агрессия или аутоагрессия? Аутоагрессия – это агрессия, направленная на себя. Вот сейчас, знаете, как модно проявляется аутоагрессия? Тату. Чем больше у человека тату, тем он более, ну, мягко говоря, мой клиент. Потому что нанесение тату – это самоповреждающееся поведение. Знаете, вы, например, что в летчике, особенно гражданские, там их вообще проверяют на тату. Потому что если у человека тату – это показатель того, что у него что-то ненормальное с психикой, еще раз хочу сказать, это аутоагрессия. Но одно дело, когда человек по глупости где-то там в подростковом возрасте, ну, типа модно. А если он уже не останавливает, это как наркоман, он уже не может остановиться. Ему надо все больше, больше, больше и больше. Он подсел на свое самоповреждающееся поведение. Он сродни реально зависимому человеку. Я смотрю, вы так удивились, что вы об этом не знали, что ли? Все очевидно. И поэтому не верьте, когда говорят модно, поэтому у меня я вот такой вот весь. Нет, дорогой, у тебя что-то внутри не в порядке. У тебя там вообще-вообще внутри вот что в твоей жизни. Это так. Что еще? Зависимое поведение. Ну, тут может быть алкоголь, танчики, всякие игрушечки, чаты. Я листаю вот этот, вы знаете, думскроллинг. Вот когда мне кажется, что прям вот плохо, я вот думаю, чем больше я плохих новостей узнаю, тем мне станет легче. Это называется думскроллинг. Ну, там, да не знаю, интернет-серфинг. Когда человек просто, знаете, вот в интернете постоянно пребывает. Ну, что это? Это выплескивается то, что внутри тебя. Я не знаю, куда это деть. Ну, что еще здесь еще может быть? Асоциальное поведение. Ну, асоциальное – это значит недопустимое, да, какое-то в обществе. Хулиганство, возмущение, вот, знаете, желание истерить, там, закатывать истерики. Наушничать. Вот это вот оно как бы здесь все, да. Человек же это делает не от добра в сердце, а от того, что там в сердце. Вот что, куча всего. Ну, и что еще? Ну, там много чего, но я еще напишу там суицид или суицидные мысли. Оно тоже все здесь. Ну, там, представляете, сколько всего выплескивается. И вот такой человек, реально ему плохо. Ну, вот я прочитала вам «Милхоле» – реально плохо. Плохо «Милхоле». И вот если такая «Милхола» пришла, ну, вот, к наставнику или душепопечителю, да, в синагогу, может быть, ей бы помогли. Но сейчас, когда у людей депрессии, куда люди идут? Они идут к врачу, правильно? К психиатру, к неврологу, к терапевту. И говорят, ну, знаете, там ключевые слова. «У меня неконтролируемый гнев». Или у меня постоянный сниженный фон настроения. Или я не могу спать, у меня фантомные боли. То есть я вот обследуюсь, все, говорят врачи, хорошо, а мне больно. Это, да, это тоже один из признаков того, что человек находится в клинической депрессии. Ну, и человеку прописали таблетки. Вроде становится легче. Знаете, почему происходит легче? Почему легче? Ну, вот здесь вот открыли краник. Оп, слилось немножко, да? Вроде полегче стало. Вопрос решен? Нет, потому что потом говорят, оп, перестал пить таблетки, опять все вернулось. А почему вернулось-то? Ну, потому что, прости, краник, где открыл? Ну, или, знаете как, или люди едут на какие-нибудь там семинары, тренинги, энкаунтеры на тему, как снять тревогу, верь в Господа, у тебя не будет ни тревоги, ничего. В страхе нет, там, как в любви нет страха, боящийся любви несовершенен, да? Мы все с вами-то знаем, вот там три дня. Нам вот это все, ну, хорошо, там, ну, открыли даже вот здесь, вот где вот у нас страх. Хорошо, вот тут краник открыли. Ну, хорошо, вроде побольше слили. Мы приезжаем после такого энкаунтера или после такого тренинга полегче, вообще легче. Я прям летаю. Ну, конечно, по сравнению с тем, что там у тебя было, конечно, полет более-менее ощущается. Но проблема решена. Да не пройдет у тебя и нескольких недель, как ты опять вот это все накопишь. Где нужно краник открыть, чтобы реально было освобождение? Конечно, вот тут. Вот тут. Ну, многие люди говорят, ну, а почему здесь? Ну, читайте Писание. Господь говорит, если ты хочешь мне принести в жертву, сначала что сделай? Если ты знаешь, на тебя кто-то обидел, у тебя на кого-то зуб. Иди, примирись. Другими словами, ну, ты вот это вот освободи свое сердце для того, чтобы, ну, ты наполнился. Слушайте, ну, а прощение, действительно, особенно в Новом Завете, там же практически весь Новый Завет про прощение. Про прощение Господа нас с вами. Про то, что нам с вами, чтобы быть счастливыми, надо прощать. Мы с вами все это знаем. Но показатель того, прощаем или нет, показатель того, наполнен наше сердце или нет, является вот этот кубок. Потому что если у нас с вами есть вот эти все симптомы, а особенно уж если вот такие симптомы есть, в вашем сердце вот это все, мой муж это конкретным словом называл, дерьмо есть, вместо того, чтобы там была любовь. Понимаете, вопрос здесь такой стоит. Опять любимая цитата моего мужа. Из мужских уст, конечно, может это звучит более презентабельно, но я женщину, его рядом нет, значит, я заговорю за него. Мы будем с вами дерьмо обращать в удобрение? Или мы будем с этим жить? Понимаете? Это вопрос каждый сам решает для себя. Никто за вас этот вопрос решить не может. Это вопрос каждый решает для себя. Открывать этот краник или нет. Вы знаете, у нас с мужем был такой проект. Мы делали такие тренинги для семей. То есть два раза в год мы собирали 10 семей разных. Обычно люди заранее к нам записывались на эти тренинги семейные. Примерно половина было верующих и неверующих людей. И мы раз в неделю встречались. Именно назывался так, перезагрузка семейных отношений. И у нас было 12 занятий. Последнее занятие первого цикла у нас всегда, вернее, одной группы заканчивалось перед Пасхой. То есть у нас был такой заключительный романтический ужин, когда мы одновременно говорили о любви Господа. И вторую группу мы набирали перед Рождеством, чтобы закончить Рождество, сделать такую рождественскую встречу и провести такой евангелиционный романтический ужин для неверующих. Ну, вообще для всех. И, вы знаете, вот до конца, вот мы провели таких четыре группы. Ну, успели перед коронавирусом, а потом мой муж ушел к Господу. И вот из этих четырех групп не было ни одной группы, где бы все 10 человек дошли до конца. Ну, 10 пар, я имею в виду. Ну, обычно доходило до конца 7-8 пар. Три-четыре, нет, две-три сливались. И знаете, когда они сливались? Они сливались на четвертой встрече. Где мы учились сливать вот это все. И знаете, там обычно начиналось все. Ну, все, значит, вам такое домашнее задание. Сейчас я вам скажу, что, как мы делали. Я вам сейчас расскажу вообще все механизмы, как они работают. Вообще это все достаточно просто. Вот вам механизмы, вот вам в течение недели, до следующего раза нужно вот это сделать, чтобы этот кран слить. И вот это начиналось. А зачем это надо? Я давно жену упростила. У меня вообще против нее нет. И начиналось то, а зачем там что-то там выискивать, если у меня ничего нет, у меня все хорошо. Дорогой или дорогая, мы только что с вами провели, ну, там опросник проводим, там все вот с таким кубком. Раз у вас такой кубок, ну, ребят, ну, ну, не надо вот себе врать, нам врать, Богу врать, ну, не надо. Мы вам предлагаем вот это сделать. Ну, дальше начинается. Ну, зачем, как один мужчина сказал. Ну, оно как-то вот сейчас лежит, не пахнет. А если я сейчас открою, оно же пахнуть будет? Ну, конечно, это будет. Это неприятная вещь. Это очень неприятная и болезненная вещь. Но пока вы эту болезненную вещь в своей жизни не сделали, у вас нет выбора жить вот в той полноте, о которой вы так вот любите там говорить, что у вас все хорошо. А тем более, как к третьему разу, там реально как-то становится лучше, потому что первые два занятия, они такие, знаете, толчковые. И там реально прям они вау начинают вообще-то как-то с другими глазами друг на друга смотреть. И вдруг мы им предлагаем, ребята, а теперь давайте вот там покопаемся. Крайник слить надо. И вы знаете, есть три библейских принципа. Ну, вы, наверное, слышали, да, такую вещь? И мы ее часто повторяем, что нужно говорить истину, но говорить ее как? С любовью. Вот смотрите, мы все с вами цитируем хорошо. Говорись, но с любовью. Говорись, но с любовью. Но когда задаешь вопрос, как? Ну, с любовью, как? Ну, это значит ласково. Говорить гадости ласково, да? Так, спокойно. Все говорят, ну, почему гадости? Ну, потому что, простите, это гадость. А ну, а что это? Понимаете, ну, если вы не проговорите, вы же от этого не избавитесь. Сейчас в интернете очень много разной чуши, которая говорит, если ты не хочешь испортить отношения, не выясняй отношения. Слышали такую вещь? Все работает как раз наоборот. Пока вы не выяснили между собой отношения, вы будете все дальше и дальше друг от друга. Но просто вопрос, как мы выясняем отношения? Мы говорим истину с любовью или выплевываем свои претензии? Итак, говорить истину с любовью. Вообще все очень просто. Три библейских принципа. Их, конечно, больше. Ну, вот, ну, как говорится, чем проще, тем лучше, да, тем лучше запоминается. Благодарность. Прощение. Причем прощение, это, знаете, монета с двух сторон. Значит, во-первых, мы прощение дарим. А во-вторых, мы прощение что? Просим. Да. Значит, благодарность, прощение и благословение. Ну, и вопрос у меня. Где та самая горькая таблетка, которую мы должны в мед положить? Хорошо, другими словами. Вы, наверное, знаете такую пословицу. С ложкой меда можно съесть любое горькое лекарство. Слышали? Вы знаете такое лекарство левомедицин? Я его сейчас не рекламирую, я просто как бы говорю. Я просто знаю, что вот в наше время это вообще было самое лучшее лекарство от диареи. Копеечные средства вам в аптеке никто его никогда не предложит. Но это самое мощное и классное лекарство вообще. Но это такая гадость. И там даже в инструкции написано, ни в коем случае не запивать, заедать вареньем или с сахаром или с медом. Потому что реально, если просто выпить эту таблетку и запить, потом горечь будет стоять, ну, вот, несколько часов. Во всем вообще теле. А что мы с вами часто делаем? Мы с вами реально просто порой вот это вот левомедицин, ну, либо другому человеку суем, либо сами съедаем. А потом думаем, что же так вот рвет-то меня на другого человека или его на меня. Ну, потому что, простите, вы что сделали сейчас? Вы сделали недопустимое. У вас реакция такая же, как у ребенка, если вы его левомедицин в рот засунете. Поэтому мед. Прежде чем давать таблетку горькую, а это горькая таблетка, причем мы даем горькую таблетку, вопрос на засыпку, мы даем тому, кто нас обидел, или мы даем ее себе? Боитесь ошибиться? Ну, не бойтесь, мы же двойки же не ставим. Итак, этот бутерброд мне нужен. Я не могу другого человека заставить быть другим. Но я отвечаю пред Богом за свое сердце. Мы с вами знаем, что каждый из нас предстоит пред Богом сам. Да? Мы это с вами провозглашаем, мы это читаем. Над тем много проповедей, что каждый сам предстоит пред Богом. Но мы почему-то считаем, что я должен вот что-то сказать, и другой человек изменяется. Вот я должен что-то сделать, и другой человек будет жить так, как мне хочется. Так и работает. А почему ты думаешь, что другой человек вот так вот, знаете, ты можешь его запрограммировать на нужную жизнь? Он предстоит пред Богом. И твоя задача, вот этот бутерброд самому съесть. Для того, чтобы, несмотря на то, как человек себя ведет, у тебя в сердце вот этот кран открылся. Понимаете? Мы не открываем кран у другого человека в сердце, мы открываем этот кран в своем сердце. Ну и так, благодарность, прощение дарим, прощение просим, благословение. Где здесь горькая таблетка? Прощение дарим или просим? Вот она, горькая таблетка, когда прощение дарим. И смотрите, я сейчас покажу, как это работает. Ну вот, в частности, вот тем супружеским парам, или когда приходят обиженные взрослые детки на своих родителей, что они там якобы детскую травму какую-то им доставили, вот они прям простить не могут, сейчас живут в обиде на своих мам, пап. Значит, первое, что я говорю. Итак, четыре колонки вам нужны. Четыре колонки. И они прям сидят и колонки рисуют. Первая колонка, назовите ее «Благодарю». Итак, за что ты сейчас можешь поблагодарить своих родителей? Ну давай, вспомни свое детство, за что вот ты благодарен, на свое детство, что сейчас вот, да, там, скажем, твой родитель или твой муж, да, за что ты его благодаришь. Ну или парень, да, с которым ты думал, что он твой потенциальный жених, а он, как говорит, себя поматросил и бросил. Да, ты уже себя в белом платье нарисовал, а он вообще даже и не мыслил. Он просто тусовался. И сейчас он тусуется с другой, а у тебя в сердце вот это все. Вот как слить. Вот очень хорошее упражнение. Итак, благодарю. За что? Ну вот скажем, этого парня, да? Благодарю тебя за... Ну то, что были такие моменты во время наших встреч, когда я чувствовала себя любимой. Ну ты же не просто так с ним встречалась, правильно? Благодарю тебя за то, что, ну в какой-то момент я была счастлива, потому что вдруг мечта бабаха и нарисовалась. Я поняла, что я реально хочу замуж. Ну я и за что благодарить. Даже если он ужасный, ужасно поступил, гуляка там. Но ты же не просто так с ним отношения строишь. Ну так ты поэтому первое, что думай, прежде чем сказать, ты такой секой, бу-бу-бу-бу-бу, ты сначала про мед подумай, начинай с меда. Простая вещь. Говори истину с любовью, значит, в первую очередь нужно у тебя любви. А мы, как правило, думаем про свою боль. Не считаем, что это истина вообще в последней инстанции. Нет, так не работает. Сначала думаем про любовь, про мед. Или вот одна женщина позвонила. Ей за 30 никак не может построить отношения. Красивая, состоятельная. Ну вот реально красивая, она прям сексуальная в хорошем смысле. Вот есть слово сексуальная, есть сексапильная. Вот сексапильная, это та, которая, знаете, агрессивно вот прям вот такая притягивает к себе мужские взгляды. А сексуальная, ну это просто видно. Ну это женщина, а не мужчина. Ну сразу видно ее сексуальную принадлежность, понимаете? Ну вот в хорошем смысле, ну это просто чудо. Ну вот Библию знает, Писание знает, там она... Голос замечательный, талантливый, ну просто вот все. Никак не строится отношения. Причем как бы проблем с ухажерами нет, именно с ухажерами. Но как только человек приближается к тому моменту, когда делает ей предложение, она дает заднюю. И так уже было три раза. Один раз даже подали заявление, она дала заднюю. И она понимает, что-то, видимо, не то. У нее вот вышла на разговор со мной и начала рассказывать. Я знаю, откуда это, из детства, потому что отец издевался над мамой, вот, пил еще и сестру на моих глазах. Меня он не трогал, потому что когда мне было пять лет, я ей, говорит, не знаю, откуда это у меня, но я ему сказала, тронешь меня, я на тебя в полицию заявлю. Он меня не трогал. Вот, но, говорит, вот это, говорит, все, я, говорит, боюсь, что вот мой муж будет такой, как вот, там, мой отец, вот поэтому вот я боюсь, наверное, вот так, из-за этого у меня так. Я говорю, ну, подождите, то есть вам 30 лет, взрослая девочка, тетенька такая, уже взрослая, да? И то, что у вас жизнь не лается, виноват ваш папа, да? Ну, это нормально, нет? Ну, я же такая детская травма. Говорю, ну, давай, хорошо. А почему папа у тебя такой? Ой, да-да-да, у меня бабушка очень жестокая, прям такая авторитарная бабушка. Я говорю, а-а-а, а бабушка почему такая авторитарная? Точно, вы прям в корень зрите. У моей бабушки там тоже папа такой был, он вернулся там с войны, он прям вообще мою бабушку там вообще. Я говорю, ну, вы сейчас себя слышите, нет? Передо мной сидит адекватная, вроде бы как, 30-летняя тетенька, но она попалась на удочку этой чушей, которой наполнен весь интернет, и в ее проблемах виновата пра-пра-бабушка. Нормально, нет? Ну, давайте мы так с вами дойдем до Адамы и Евы. Ну, правда, кто во всем виноват? Ну, они тогда там съели плод, который им Бог запретил есть. Слушайте, возьмите на себя ответственность за то, чтобы в вашем сердце вот этой дряни не было. Не надо, пожалуйста, цепляться за пра-пра-пра-бабушек. Ну, не надо. Не смотрите, не читайте вот эту чушь в интернете, которая вообще противоречит Писанию, что во всем виноват мама с папами. Это чушь. Каждый из нас сам предстоит пред Богом. Вот это истина. Вот на ней и стойте. Итак, говорю, ну давай, за что ты благодаришь своего отца? Вы что, смеетесь? Я говорю, нет. Ну так, за что? Я говорю, хорошо, я тебе подскажу. За то, что практически благодаря ему, когда вы в пять лет маленькая сказали, только тронь, он больше тебя не тронул, практически благодаря ему ты теперь вот на раз, два, три, просто как оголенная антенна, ты чувствуешь абьюз. Потому что когда мы с ней стали разговаривать по поводу ее там предыдущих ахажеров, они все были неадекватные. Я говорю, ну ты понимаешь, что тебе нужно благодарить Бога, что он тебя избавил от этого? Что ты вот это вот в нем увидела? Правильно ты не пошла за него замуж и отозвала, так сказать, заявление, потому что там был абьюзер, насильник домашний. А вот что с этим у тебя не получилось правильно, потому что у тебя внутри сидит антенна. Опасность, опасность нельзя. Это благодаря кому? Папе. Пиши. Благодарю. Написала первая, потом говорит, а я еще одну вещь вспомнила. Вы знаете, каждую субботу, я помню, маленькая, меня папа сажал на шею, мы шли с ним всегда на рынок, он меня брал, и всегда покупал мне вату сладкую. Пиши. Сладкая вата. А вы знаете, я еще одну вещь вспомнила. Я вспомнила, как однажды, папа как-то вот неделю-две не пил, и он маме принес букет роз и поцеловал маму, а потом сказал нам сестренке, я так люблю эту женщину, я до сих пор это помню. Ну, пиши. Пиши. И вы знаете, и у нее вот пошел чуть-чуть-чуть-чуть, благодарю, благодарю, благодарю. А так, окей, остановились. На четырех благодарю мы с ней. Я говорю, пока остановились, пока остановились. Идем дальше. Следующее – это боль. Но я прощаю. Итак, записываем боль. Папа, мне было больно, когда на моих глазах ты издевался над мамой. Папа, мне было очень больно, когда ты приходил домой пьяный, вонючий, и я вместе с мамой меняла там твою одежду грязную. Папа, когда я вспоминаю, как ты там ругался матом на рынке, и как мне было стыдно, что мой папа вот так себя ведет, подло, гадко, противно. Прям боль, 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 боль. Я говорю, ну, смотрите, если вы вспомнили 10 болей, значит, вспомните 10. Благодарю. Балансе. Следующее. Следующее – ты меня прости. Итак, как ты думаешь? Немножко отвлекусь. Вот я была до этого в Ташкенте, и там для подростков проводила такой семинар на тему родителей и подростки. Кто кого калечит? Вы знаете, очень хорошо прошла встреча. Я даже не ожидала, что у нас такой отклик получат. Но это на самом деле, понимаете, как бы это взаимный процесс-то, да? И каждый человек сам предстоит пред Богом, да, и сам решает. То есть не надо нам говорить, они меня вынуждают, они меня провоцируют, неважно, подростки родителей, родители подростков. Каждый пред Богом сам стоит. Итак, вот как ты думаешь, где болевые точки папы в отношении тебя? Она говорит, ну, когда я приезжаю в тот город, где вот они живут, мама все-таки ушла от папы. Вот, она сейчас живет отдельно, вот, хотя они не развелись, все. Но я приезжаю к маме, а к папе просто звоню, говорю, пап, ну все, я тут приехала, как у тебя дела? Он мне предлагает приглашать встретиться, я к нему никогда не хожу на встречу. Не хочу я его видеть. Пиши. Игнорирую твое приглашение встретиться. Ну, еще я знаю, что папе хочет, чтобы я звонил хотя бы там раз в неделю, но я ему вообще раз в месяц, может, позвоню. Пиши. Не звоню каждую неделю. Да, ну. Написали с ней, помню, 4 или 5 вот таких моментов. Ну и четвертая колонка благословения. Как ты можешь папу благословить? Ну, наверное, то, чего я не делаю, сделать. Хорошо. Да, папа, прости меня, да, за то, что я приезжала и не навещала тебя. Я приеду через 2 месяца, я тебе позвоню, мы с тобой. Пусть и в кафешке, я куплю твои любимые роллы. Многие говорят, а стоит вот такого папа благословлять роллами? Вопрос не в папе. Папа со своим сердцем сам стоит пред Богом. Это нужно кому? Это нужно ей. Чтобы слить вот этот краник, чтобы был вот именно тот мед, куда мы положим горькое лекарство для себя. Чтобы у меня вот этого безобразия в сердце не было, понимаете? Не было. Или скажем... А, еще каким образом готовится бутерброд? Как он готовится? Мы берем что-то отсюда. Что-то отсюда, что-то отсюда. Это у нас мед, правильно? И в мед мы с вами заворачиваем вот эту горькую таблетку. То есть, еще раз, если вас какой-то человек обидел, у вас против кого-то обида, горечь, раздражение, человек может быть в церкви, да, который где-то что-то... Ну, например, взял у вас человек в долг и не отдал вам долг. Вы подошли? Он говорит, ну, нет у меня денег. А сумма была такая, что, ну, нехилая. Иногда, знаете, как говорят, надо всегда давать в долг такую сумму, которую ты готов, чтобы тебе не вернули. Слушайте, ну, это чушь. Я вам объясню, почему это чушь? Потому что, если человек говорит, я беру в долг и не возвращает, этот человек вор. И если вы говорите, да ладно, прощаю, просто вот так вот, а, с царского, так сказать, плеча, так не работает, он вор. И то, что ты вот так поступила, это значит, ты поощряешь в нем воровство. То есть он получает карт-бланш, я могу с другими так же поступать. И в голове-то мы где-то внутри, в сердце понимаем, что что-то не то. Все, сделай вот эту вещь. Подумай сначала о меде. Ты знаешь, я благодарю тебя за урок, который ты мне преподал. Урок прощения. Честно говоря, мне очень больно, очень неприятно было, зная, что вот человек верующий, да еще и служитель, например, да? Вот реальная ситуация, которую я рассказываю. Взял в долг и вот сейчас всякими уловками, да, не просто не вернул через две недели, как обещал, а прошло уже два месяца. Не вернул. Но я тебя прощаю. И ты меня, пожалуйста, прости за то, что только сейчас, спустя два месяца, я подошла к тебе, об этом говорю. А все эти два месяца гоняла в себе вот это вот против тебя, там вот злилась, сердце мое было неспокойно. Прости меня за это. И ты знаешь, я хочу благословить тебя честностью. Ну, тебя и меня, да? Я знаю, что ты попросил в долг вот эти семьи. Я пойду им скажу, чтобы они тебе не давали в долг. Потому что если они тебе дадут, ты еще в очередной раз получишь шанс стать вором. Многие говорят, это благословение? Да. Мы благословляем человека тем, что мы останавливаем его на пороге, чтобы он опять повторил свое порочное поведение, свой порочный поступок. Многие говорят, это месть. Вообще не так. Вообще не так. Месть, вот когда действительно ходишь внутри себя вот с таким вот кубком и бурчишь пред Богом, пред людьми, вот он такой, 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 такой. Это не месть. Это называется сказать истину с любовью. Если действительно эта любовь, любовь честна. Или, например, муж абьюзер. Муж тебя материт. А тут и налево пошел, тетинку себе завел. Первый вопрос я задаю такой женщине. Кто об этом знает? Никто. Почему никому не говорите? Мне стыдно. Нормально, нет? Он гуляет. Он изменяет. Он материт. Он пьет. А ей стыдно. Я говорю, правильно? А ему вообще не стыдно, потому что ты взяла на себя этот стыд. Логики нет. Ну а что делать? Ну, смотри, твое сердце вот тут ведь полно. Ведь ты реально, ты болеть уже начала. Тем более это продолжается уже не один год. Ты нарушаешь священное писание, Евангелие от Матфея, 18 глава. Помните? Если против тебя грешит брат твой, в данном случае, муж твой, что нужно сделать? Сначала обличить один на один. И если он покаялся и перестал так делать, все, больше никому не говорим, мы ссоры бы не выносим. Но если он продолжает так себя вести, все, первый уже не работает. Что нужно делать? Пойти сказать еще кому-то. Не просто сказать, а знаете, посплетничать. Вот мой муж такой, такой, такой. Нет, ты не просто сказал, ты сказал тому, который придет и обличит его тоже. Скажешь, дорогой, ты ничего не попутал. А ты почему со своей женой так обращаешься? Ты почему с ней уже две недели не разговариваешь? Она что, тебе какая девчонка там, хулиганка? Она жена твоя. Ты почему решил, что ты вправе наказывать жену молчанием? Дорогой, ты ничего не попутал. Вот должен тот человек прийти и сказать, и обличить. Либо в измене, если он измене, либо вот в таком хамском отношении к своей жене. А дальше написано следующее. Если он и этого человека не послушал, тогда что нужно делать? Сказать церкви, то есть всем. Но это не значит, что нужно выходить вот так. И сказать, дорогие, я тут жената, или там, я замужем за человеком, который там со мной по-хамски обращается. Нет. Но если к тебе подошли и сказали, слушай, а что тебе синяк под глазом? Не надо врать, что ты, а кран глазом ударилась. Мой благоверный вчера пришел пьяный, приложился. Многие говорят, ну это же выносить ссоры из збы. Нет, дорогие, это выполнять слово Божье. И вот такому абьюзеру, вот такому человеку, который гуляет там, я не знаю, изменяет, или по-хамски обращается, не надо говорить, по-хамски со мной обращается. Вот я была на женской конференции, Терепова сказала, он прямо про тебя рассказал все. Слушайте, ну вы, значит, из горьких таблеток, и я смею вас уверить, что ничего хорошего из этого не выйдет. Про мед думайте. Потому что, что бы ни произошло, как бы он не среагировал на ваше поведение, у вас в сердце должен остаться мир. Говорить истину с любовью. Я тебе очень благодарна за то, что в прошлую субботу, когда я уехала, ты меня отпустил на конференцию, а три дня назад принес кофе в постель. Слушай, так прям приятно. Спасибо тебе. Но когда две недели назад ты меня на протяжении нескольких дней наказывал молчанием и игнором, это было настолько гадко и отвратительно. Я так себя прям ощущала, мне было так больно. Но я тебя прощаю. А дальше опять мед. И ты меня, пожалуйста, прости, дорогой, за то, что... Ну... Вместо того, чтобы тебе сразу вот это сказать, я тоже... Ну, ты молчишь, я буду молчать. Пошла в ответку. Я больше так не буду. Я хочу благословить нас с тобой честностью, что больше я твою игру в молчанку поддерживать не буду. Ну, если ты будешь настаивать, хорошо, ты решил поиграть в сосед, я тогда тоже буду играть с тобой в соседку. Значит, чьи я тебе не готовлю, носки не стираю, поиграем, дорогой. Многие говорят, ну, это же месть. Нет, он играет. Ну, окей, вы ему это сказали, благословите его, хорошо, я с тобой поиграю. Но вы чувствуете, оно по-другому звучит, если это благословение. Это не просто так в ответ кому что-то дали. Нет, мы благословили, честностью. Я поняла, что у тебя игра такая, но мне она не нравится, она дурацкая, но раз ты и так хочешь, ну, давай, поиграем. А может быть, возьмете другое благословение. Я вижу, что ты все понял. Ты знаешь, никогда не думал, что для тебя это так болезненно. Ну, замолчал, замолчал. Я думал, что наоборот, в Писании же написано. Пусть сначала, как бы, да, успокойся, а потом иди. Но я услышал тебя, я больше не буду так делать, говорит муж. Если муж так сказал, тогда по-другому благослови. А давай я тебе сегодня сделаю массаж спины. Благословите так. Но еще раз, никогда не начинайте с горькой таблетки, прежде чем вы хотите сказать о своей боли, неважно кому, сначала думайте про мед. И вот тогда оно, оно реально сработает. Да, мы с вами скажем истину с любовью, и нас услышат. И вот, возвращаясь к тем самым парам, да, вот те, которые начали сливать свои обиды. Понятно, это работа не на один вечер. Там, знаете, там они должны были составлять перечень обид. Вот я на тебя за это обижен. А вот тут я думаю, ты на меня обижен. Муж составлял, вот тут я знаю, вот ты меня обидела, а вот тут я думаю, да, я на тебя обижен. Состыковывали все эти списки свои. Прямо по списку шли. Это работа, это реальная работа. Это не значит, что один день вы сели, вот так вот, как бы все слили, там два дня, три, четыре, и больше этого не будет. Нет правильного ни одного. Все равно в нашей жизни бывают какие-то моменты, когда нас люди обижают. Даже если мы выяснили отношения, опять, по-хорошему, истинно с любовью, но люди нас, все равно люди, мы все люди, мы можем порой даже обижать или обижаться, а человек даже не понимает, почему. Так говорить истину с любовью, чтобы не стояла между нами вот эта стена. И возвращаясь к той милхоле, которую мне очень жаль, мне очень жаль эту женщину. И вы знаете, как часто эти милхолы приходят ко мне. И когда я с ними беседую, я каждый раз, знаете, вот у меня прям как будто картина. Вот если бы пришла ко мне вот милхола, я бы сказала, радость моя, да, тебе больно. Там боли много у милхола было. Я думаю, что она вот вторую, вот эту колонку так заполнила, что там, наверное, много бы чего было. Ну, а потом в первую колонку запиши. Вот ты рассматриваешь то, что тебя Давид вернул, ну, как разменную монету, а ты поблагодари его за то, что ты не последний человек в его жизни, и для него важно, чтобы ты была рядом. Ну, мы не акцентируем внимание там на каких-то других вещах, но за это поблагодари. Ты поблагодари его за то, что, ну, когда-то он действительно тебя любил, и ты почувствовал себя любимой именно в его руках и мужских. Ну, найди еще какие-то моменты, да, за что ты можешь его поблагодарить. Попроси у него прощения за то, что тогда ты вышла замуж за Фалтия. Ну, ведь можно было что-то сделать, но тогда ты поддалась, может быть, своим эмоциям. Попрощение за это попросить же было явно неправильно. Ты можешь себя, конечно, оправдывать, а что я могла сделать? Много чего могла? Ну, не сделала. Попроси за это прощение. Ну, прощение попроси, что вот так вот насмехалась над ним. Попроси за это прощение. А дальше скажи, а давай я тебе сегодня пяточки помассажирую. Понимаете, оно совсем по-другому пойдет. Это, обратите внимание, очень простой механизм, правда? Прощайте, говорите истину с любовью. Ну, казалось бы, ну, что проще? Ну, это просто надо начать делать. Чтобы вот этот синдром Милхолла в нас не сидел. Чтобы мы были услышаны. А услышаны мы будем только тогда, когда у нас в сердце мир. Потому что, когда в сердце мира нет, нас не слышат. Понимаете, вот это все, оно стоит как бы между нами и людьми. Вот это убираем, сливаем, все это, мир, сердце нашего. И тогда у нас есть шанс быть услышанной. Еще раз, но это ради нашего сердца. Понимаете? Поэтому, дорогие, вот, сегодня мне Бог как-то вот сказал, вот этим с вами поделиться. я хочу помолиться за вас. Господь, мы Твои любимые дочки. Ты любишь нас и объемлишь нас любовью Твоей, Господи. Ты, Господи, живешь в сердце нашем, Ты хочешь жить в сердце нашем. Прости нас, Господь, за то, что мы порой наполняем сердце обидой, которая разрастается. И мы порой не знаем, что с этим делать. Она душит. Эта обида, этот кубок, вот этой гадости, которая копится. А ты говоришь, прощай, прощай, дочка моя. И благословляй. И благодари, потому что благодарность одна из величайших добродетелей. Господи, благодарим Тебя. И благословляем имя Твое. И прославляем ту радость и Тебя, дающая ту радость. Слава Тебе, наш Господь, Иисус Христос. Слава Тебе, наш Папочка. Благодарим Тебя за Сына Твоего, за Иисуса Христа, Который пришел и показал, что значит прощение. Мы пред Тобой, наш Господь, дочки Твои, любимые. Мы молились во имя Твое, Святое, наш Господь, Иисус Христос. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова